Привет, друзья! Сегодня расскажу про черенкование винограда. Вы узнаете, как правильно заготовить черенки, как их хранить и как, собственно, из черенков вырастить отличные и здоровые саженцы. Как правило, черенки винограда заготавливают в осенний период, когда идет обрезка. Затем черенки помещают в большие пластиковые пакеты и отправляют на хранение в специализированное хранилище. Может быть в холодильнике, либо холодная погреба. А уже зимой, в январе-феврале месяца, хлысты винограда заготовленную лозу достают из хранилищ и приступают к черенкованию. Если же вы не успели заготовить лозу винограда в осенний период при обрезке, тогда ее можно приобрести в специализированных питомниках у виноградарей, либо заготовить прямо зимой, если у вас растут неукрывные сорта винограда. Это также допустимо. Разберем все этапы черенкования более подробно. Самый первый этап это подготовка виноградной лозы к черенкованию. Лоза у нас хранится в хранилище несколько месяцев. Хотя там влажные условия и подходящая температура, но за время хранения все же черенки могут немножечко подсыхать. Поэтому обязательно, когда мы приносим виноградную лозу в дом, мы ее должны замочить в воде. Берем обычный таз с водой и замачиваем хлысты винограда, вот эту лозу, на сутки в чистой воде, чтобы она напиталась влагой. Если вы нарезали черенки винограда, допустим, зимой, когда морозы, то естественно такую лозу замерзшую еще нельзя черенковать. Пусть она полежит в теплом помещении сутки, а затем ее также нужно замочить водой, чтобы они напитались, вот эти все виноградные лозы, влагой. Если черенки будут суховатыми, то, конечно же, и процесс укоренения будет идти намного хуже. Второй этап – это обеззараживание. Когда прошли сутки, мы сливаем всю эту старую воду вон и приступаем к обеззараживанию посадочного материала, к обеззараживанию лозы. Потому что во время роста лозы в летний период на винограде могли накапливаться различные фитопатогены, могут присутствовать различные болезнетворные споры. И высаженная рассада затем будет болеть и может вовсе погибнуть. Хотя виноград – такая культура, которая нуждается в частых обработках, применяются часто фунгициды различные, защитные средства, но все же обеззаразить ее очень и очень желательно. Для обеззараживания можно использовать различные растворы. Можно замочить виноградную лозу в слаборозом растворе марганцовки. Но, честно говоря, такой раствор слабо действует, слабо обеззараживает. Но если у вас виноград был здоров, ничем не болел, то в принципе и такой способ обеззараживания допускается. Это лучше, чем вообще ничем не обеззараживать. Второй способ обеззаразить виноград – это замочить черенки в растворе синой палочки. Потому что синая палочка очень хорошо проникает в ткани растения, уничтожает различные фитопатогены и еще стимулирует корни образования. Поэтому, опять же, можно сделать водный раствор с синой палочкой и поместить туда на сутки наши череночки, наши хлысты винограда. В растворе с синой палочкой лоза хранится сутки, опять же, при комнатной температуре, не в холоде где-то, при комнатной температуре стоит. Затем мы достаем лозу из этого раствора, немножко просушиваем, чтобы стекла лишняя, вода, раствор, и присыпаем непосредственно к самой нарезке черенков, к заготовке. Значит, из лозы нужно нарезать черенки, чтобы на каждом было хотя бы по две почечки. Этого достаточно. В принципе, особо такие редкие эксклюзивные сорта их даже черенкуют с одной почкой. И этого вполне достаточно, чтобы черенок прижился. Ну, как правило, можно оставить почечек чуть-чуть побольше, и две, и три. Черенки должны быть длиной примерно 20 сантиметров, 25 может быть. Почему все же лучше оставить несколько почек? Потому что за время хранения могло произойти какое-то подпривание почки, могла какая-то почка вымерзнуть, засохнуть, повредиться, и попросту она может не раскрыться. Поэтому для подстраховки все же на череночках оставлять по несколько почек. Причем самую нижнюю почку на черенке можно ослепить. То есть, выщипать, чтобы она не проснулась, не проклюнулась. Но, в принципе, как кто делает, по-разному. Значит, далее. Общее правило. Прямой срез делаем над почкой, на верхней части черенка. И косой срез под почкой, внизу черенка. Косой срез нужен для того, чтобы происходило лучшее укоренение черенка. Нарастала более мощная корневая система. Далее, четвертый этап. Это бороздование. Значит, когда у нас уже нарезаны черенки, подготовлены, внизу черенка нужно сделать такие продольные царапины. Можно взять шило, либо нож, какой-то острый предмет, и сделать небольшие царапинки по несколько сантиметров. Значит, зачем они нужны? Нужны для того, чтобы лучше нарастали корни. В принципе, это не всегда обязательная процедура. Но, когда мы проводим бороздование, все же образуется более мощная корневая система. Поэтому, опять же, можно это делать. Значит, далее. Когда сделали бороздование, еще один важный момент. Чтобы черенки не иссыхали, верхний срез над почкой нужно чем-то замазать. Может быть, это какая-то краска. Любая. Например, акриловая может быть краска. Можно просто в парафин обмакнуть, чтобы вот этот верхний срез не пересыхал, не было испарения влаги. Пятый этап. Это укоренение черенков винограда. Черенки винограда можно укоренять различным способом. Самый простой и доступный способ – это укоренение черенков винограда. В обычной воде. В банку наливаем немножко воды. Несколько сантиметров, чтобы просто вот нижняя часть чуть-чуть была погружена в воду. Не нужно наливать полную банку. Будет процесс укоренения хуже происходить. Пару сантиметров воды в баночку налили и поставили туда череночки. Причем в каждую банку нужно поместить всего лишь несколько черенков. Много черенков туда помещать не надо, потому что будет процесс укоренения идти намного хуже. И баночку ставим на подоконник. Через несколько недель у винограда начнут появляться корешки. Но обычно самыми первыми у нас раскрываются листочки. Так вот, когда у вас проснутся почки, и из них пойдут уже молодые ростки, на каждом черенке нужно оставить только по одному росточку. Остальные удалить. Оставляем, как правило, самые сильные. И в большинстве случаев это росток, который идет с верхней почки. Остальные выламываем и удаляем. Второй способ укоренения. Его также применяют очень часто, и он дает отличные результаты. Черенки винограда можно укоренять во влажном мху. Как правило, используют мох с фагнумом. Увлажненный мох. Уже подготовлены черенки. Помещают в какую-то емкость. Например, в отрезанную пластиковую бутылку. И засыпают влажным мхом с фагнумом. Ставят, опять же, эту емкость где-то на подоконник. И виноград во влажной среде пускает хорошие корешки. Но при таком способе нужно быть внимательным. Смотреть, чтобы ни в коем случае мох не пересох. Если мох засохнет, то, естественно, и черенки также засохнут. Никаких корней на них не образуется. Не забудьте подписать название сортов. Если вы, допустим, укореняете несколько сортов винограда. Вот, например, я в этом году укореняю всего лишь один сорт. Называется Липаэс Динтерс. Этот сорт Кишмиш. Значит, мне известно, что вывели где-то в Прибалтике этот сорт. И он очень хорошо подходит для наших условий. Для центральной части Беларуси, для более северных регионов, для средней полосы России он подойдет. Сорт очень ранний. Уже в конце августа идет созревание урожая. Ягода некрупная. Янтарно-желтого цвета, но очень сладкая и ароматная. И большой плюс вот этого сорта, что он довольно морозостойкий. Зимует под легким укрытием. Устойчив к различным заболеваниям. И самое главное, что лоза у него успевает вызреть абсолютно полностью до наступления холодов. Поэтому возьмите на вооружение сорт Липаэс Динтерс. Ну и конечно, чтобы обозначить, какой сорт вы высадили, повесьте на череночки бирки. Я обычно делаю бирки из пивных бутылок. Разрезаю пивную бутылку на обратной стороне. Значит, нацарапываю название. Прокалываю дырочку, веревку цепляю и вешаю бирочку на саженец винограда. Такие бирки не гниют, не ржавеют. И многие годы могут висеть на кустиках винограда. И вы всегда будете знать, какой сорт посадили. Так, шестой этап. Еще, кстати, не все этапы. Вот шестой. Это процесс укоренения. Виноград важно укоренять так, чтобы первоначально росли корни, но не распускались почки. Конечно же, в домашних условиях это тяжело соблюдать. Лучше всего поставить баночки с черенками на укоренение с водой, например, если они стоят в воде, на подоконник. От батареи будет идти тепло, будут быстрее развиваться корни, а верхняя часть будет около стекла где-то находиться, где попрохладней. И не так быстро будут почки раскрываться. Ну, это такой самый простой вариант. Конечно, в промышленных масштабах, в питомниках, там чуть-чуть по-другому делают. Более такие сложные процедуры выполняются. Но о них, я думаю, вы можете узнать от таких более профессиональных виноградарей. Седьмой этап. Это посадка уже укоренившихся черенков винограда. Не стоит ждать, пока у черенков вырастут огромные длинные корни. Как только появились маленькие корешки, сразу же приступайте к посадке черенков винограда. Потому что, если вырастут длинные корни, они будут очень хрупкими и при посадке будут обламываться. И, конечно же, повреждение корневой системы будет тормозить развитие саженца. Когда маленькие корешочки, саженцы лучше приживаются. Для посадки можно использовать обычные пластиковые бутылки от напитков, от кваса, например. Отрезайте бутылку чуть выше половины, ставьте туда саженец и засыпайте легким грунтом. Лучше всего подойдут субстраты на основе торфа, они легкие, с добавлением перлита. Грунт должен быть очень и очень легким. И постарайтесь не сильно уплотнять почву, когда высаживаете саженец винограда. Все-таки виноград, его корни очень любят поступление кислорода. И еще очень важно, сделайте дренажное отверстие. Возьмите обычный гвоздь, шило, я не знаю, что у вас там под руками есть, и наколите дырки на дне банки и по бокам банки. Еще вот эти отверстия на дне емкости для посадки винограда нужны для полива. Черенки винограда лучше всего поливать не сверху, а делать нижний полив. То есть, когда грунт уже подсыхает, это можно определить по весу емкости. Берете емкость в руки, и вот она легкая, значит виноград пора поливать. Ставите емкость в какой-то поддон и наливаете немножко воды. И виноград из этого поддона корняем будет брать необходимое количество влаги. Поливы выполняются нечасто, примерно раз в две недели виноград поливается. Обычно хватает ему влаги. Еще один важный момент. Конечно же, грунт для посадки саженцев должен быть обеззараженным. Потому что виноград, молодые его саженцы очень и очень болезненно воспринимают переливы, какие-то фитопатогены могут их повредить. И очень часто погибают саженцы у виноградарей, у любителей погибают от корневых гнилей. Поэтому не ленитесь. Раз в две недели, ну хотя бы раз в месяц проливайте еще дополнительно саженцы винограда. Либо триходермой, либо вносите сенную палочку для защиты от корневых гнилей. Ну и последний, завершающий этап, это посадка саженцев в открытый грунт. Не спешите высаживать саженцы винограда слишком рано. Потому что виноград очень теплолюбивая культура. Особенно саженцы, которые росли в домашних таких тепличных условиях. Саженцы винограда обычно высаживают в конце мая, а то и начале июня в открытый грунт. И обязательно, когда мы высаживаем саженцы винограда, их нужно притянить. Поставить какие-то дужки, может быть колышки вбить и накинуть белый спонбонд. Потому что если высадить саженцы винограда сразу же под яркое солнце, листья сгорят и саженцы погибнут. Поэтому притеняйте виноград после посадки примерно две недели. А затем постепенно снимайте укрытие и виноград акклиматизируется. За лето саженцы винограда отлично приживаются, дают хороший прирост и готовятся к наступлению холодов. Про обрезку винограда у нас, конечно же, будут еще ролики. Потому что и молодые кусты, и взрослые кусты, любые растения нуждаются в специальной обрезке. И как формировать виноград у нас есть ролики на канале про цветок. И еще будут новые в сезон. Как видите, этапов черенкования очень много. Но в принципе в этом нет ничего сложного. Все довольно понятно и доступно. Поэтому, если вы хотите получить огромное количество различных сортов винограда, посадить у себя их на участке, то черенкуйте виноград самостоятельно. И будет у вас хороший урожай. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok